Матч Наполи против Палермо, причем дома в Няполе. Наполи пропустит. Значит, что один из фаворитов вылетает и, соответственно, шансы Ювентуса дойти. Центральный, ну, скорее всего, Шалой все-таки нужно назвать одним из трех нападающих. Смотрим за атакой Юве и потом закончу с составом Палермо. Ну, пас назад остаются и прессингуют на чужой половине поля высоко. Не только в пятером, но еще и второй линии из глубины сейчас сицилийцы. После этого прессинга возвращаться назад и перекрывать все линии. Конечно, для Диего Лопеса это очень важная игра. После поражения себя нужно показать все лучшее, что готова показать команда в игре против Палермо. Ну, вот мы смотрим за тем, как открывается Марко Пьяца. Понимаем, что играет он команд, но в Ювентусе, да, тут с защитой так все хорошо, что даже игрок такого высокого уровня здесь находится в запасе. Очень случайный. Ювентус забил. Ювентус никогда не играет на протяжении длительного отрезка матча в атаку не машин. Хотя вот такие моменты возникают. Красиво, и не станет счетом. Марко Дебело. Два Хорвата у нас сегодня на поле. Вот этот вот двадцатый номер атакующей полузащиты. Обратите внимание на эту часть Европы. И вслед за венгерскими футболистами это Хорватская появится. Перевод примерно такой же, как и в предыдущей атаке. Передача у Ювентуса сейчас фантастический показатель в 90%. Но ты обещал шестьсот-семьсот, а пока сто тридцать две за четверть матча передачи-то всего. А это потому что... Чиный ножик размерами метр с метр лезвия, то его очень долго будешь складывать. Это понятно. Контратака Юве неожиданная. Не, ну серьезно, если Порту, а Палермо настроено решительно, команда вполне может претендовать на... Чувствуется, команда какой-то кураж поймала, с удовольствием играет в пас. Ну вот Пьяцца немножко выпил. Составляющая... Командам, клубам бывает даже более жесткой. Ну давай об этом чуть позже. Пьяцца с мячом врывается в штрафную. Прошел двоих и дальше успел сделать передачу, прострел. Ну не будет здесь. Два в пользу Лацо. Но они и при счете 4-2 тоже, например, хотели забить. Тоже бежали. Но надо бежать. Палермо чуть больше. Вернемся на поле. 3-0 у нас. Ювентус играет на ноль. Без моментов сейчас у Палермо. Хотя был стандарт, с которым можно было как чужим воротом играть. По московскому времени уже у него день рождения наступил. По итальянскому чуть позже. Я думаю, что все... Хороши. Они рано или поздно прерываются. А Палермо этим голом разозлил Ювентус. И Ювентус хочет вернуть. Всем все ясно. Команда одна выигрывает с заявным преимуществом у другой. Но, тем не менее... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok